Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я нахожусь в Швеции, уже совсем недалеко от границы с Норвегией. Мы дальше поедем в Норвегию. Вчера мы приплыли в Стокгольм, погуляли немного по Стокгольму, часик-другой, и поехали вот сюда, в кемпинг, который мы сняли заранее. Кемпинг находится на берегу озера, вот в таком красивом месте. Сейчас я хочу показать вам, как отдыхают немножечко шведы, и как мы отдыхаем, какие условия примерно в кемпингах, и что это такое. Потому что люди спрашивают, сколько это стоит, сколько стоит такой отдых. Вот сейчас я хотел рассказать об этом. Ну вот, сейчас я нахожусь у въезда в кемпинг. Здесь написано «Валкоментиль», приветствуем вас! «Фрикен Баден» — это кемпинг четырехзвездочный, обычно трехзвездочный бывает, но это четырехзвездочный хороший кемпинг. Так, ресепшн, ресторан, паб, утфюрнинг. Не знаю, что такое, бутик, кафе, глаз. И что-то написано еще. А, Вармландс Первла. Жемчужина теплых времен на шведском. Вот здесь вы видите здание такое, это ресепшн. Там небольшой магазинчик и ресепшн. Дело в том, что мы в кемпинг заказали через букинг, и нам задержали визу финское амбассадоро, то есть посольство. И, соответственно, мы не смогли попасть вовремя сюда. Кемпинг был, букинг был без отмены бронирования, без возможности отмены бронирования. Вот, нам сказали, что возьмут полную стоимость. Но мы приехали с опозданием на три дня, объяснили девушке. Девушке сказала, да, конечно, только вы будете жить не в том коттедже, который вы заказали. Ну, собственно говоря, и все. Я, кстати говоря, взяла деньги 750 шведских крон, это стоило 5 с чем-то тысяч рублей на четверых вместе с машиной. Мы очень часто останавливаемся в кемпингах, это достаточно дешево. Часто мы еще берем с собой палатку и часто еще ночевали в палатке, там где-то обходится в 34 евро, где-то так вот 35-40 евро обычный кемпинг. Вот, здесь ресепшн, соответственно, вот сейчас я поворачиваюсь. Вот здесь, чем отличается кемпинг от всего остального? Это вот здесь такое здание небольшое, это facilities, так называемые. Здесь находятся душевые, постирочные, кухни. Кухни, так сказать, там можно изготовить что-то, посуда, как правило, бывает на кухне. Постирочные, там есть стиральная машина, можно постирать. Вот, единственное неудобство, что, конечно, туалет на улице. Да, душевые, там все шикарно. Вот у меня за спиной вы видите кучу так называемых караванов. Они здесь достаточно много отдыхают, любят такой отдых. И, ну, мы приехали на машине, вот здесь еще такие места, они арендованы надолго. Здесь люди просто арендуют эти места, ну, там, год, два, три, то есть как дачи используют. Потому что дачи здесь, в общем-то, не приняты, но они используют вот такие кемпинги, как дачу. И уезжать сюда, там, на месяц-два отдыхать, а остальное время это все здесь хранится, на хранении, вот таким образом. Ну, а мы поселились, вот коттеджик такой маленький, вы видите, за спиной у нас такой коттеджик. Вот, после того, как мы зарегистрировались на ресепшене, нам дали какую-то карточку, которая прикладывается вот сюда, шлагбаум открывается, и мы въезжаем. Вот мы въехали через шлагбаум в такой коттеджик, здесь, этот коттеджик, 31-й, вот наш, сейчас норвеги какие-то живут здесь, люди из Норвегии, здесь неизвестна какая-то фамилия, тоже, так сказать, из Норвегии машина. Вот, дальше кто-то на мотоцикле, по-моему, из Швейцарии, и мы, собственно, вот наша машина, наш коттеджик такой. Коттеджики достаточно стандартные, деревянные, на берегу моря, на берегу озера, вот в данный момент находятся, как правило, кемпинги находятся в достаточно красивых местах, там, где есть где отдохнуть, на природе, погулять, и они обычно такие деревянные, и они предназначены даже для зимнего проживания. Однажды мы отдыхали, ну, останавливались тоже в Швеции, в кемпинге, это было зимой. Я думал, что там холодно, на самом деле, там есть такой конвектор, его надо прийти, просто включить, там есть выключатель, и он достаточно быстро нагревает до нужной температуры, температура регулируется. Вот так. Кроватик там двухъярусный, обстановочку я снимать не буду, потому что там бардак полный. Вот. В кемпинге, как правило, в домике, столик, там плита есть даже, чайник, набор посуды. Можно все приготовить, они здесь готовят все, и, соответственно, ну, единственное неудобство, что посуду мыть приходится вот там, в Василитис. Да, вода прямо здесь есть. Вот такие условия. Это примерно, получается, тысяча с небольшим рублей на человека, если в переводе на русский, да, 5135 рублей, по-моему, стоило. Ну, примерно, я не знаю, в Крыму, наверное, такие же условия. Вот. Поэтому ничего такого сильно дорогого в таком заграничном отдыхе нет. Вот. Продолжение следует...